Слышь, ты охуел! Кири-кирю, уеби его! Не по делу, а? Ой, извини, я забыл, кто тут главный. Здарова, братаны! Вы на канале Диофплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем... Будем. Сегодня мы будем продолжать проходить... Ээээ... В пиво ронпу 2 плюс 1. Ну и сегодня мы пройдемся по выборам, которые не сделали в первый раз. А вдруг еще что-то интересное будет, ну, что-то интересное должно получиться. И я надеюсь, а может быть и нет, но тем более, пройти эти выборы надо, чтобы было все полное. Так, ну и давайте сэкономим. Ты, конечно, меня извини, но я в этом совершенно не разбираюсь, да и хочу эту тройку своими силами получить. Ты... Посмотрите... Какая наглая принцесса. Сильный поступок. До слез. Ну, тогда удачи со сдачи и чё. Спасибо. А Мич направился к Тошику, чтобы отметиться, а Витя сел на скамейку. Положив голову на находящийся сзади подоконник, он и не заметил, как задремал. Так. Ну, в прошлый раз мы послушали деда. Давайте в этот раз доверимся себе. Была не была. Студент глянул на билет... На стол с билетами. Хуй его знает. Эй-эй-эй, не помним. Давайте этот. Почему я должен довериться бомжу какому-то? Моя интуиция редко подводит. С этими мыслями Витя вытянул билет. Номер 41. Ура! Я его помню наизусть. Преподаватель улыбнулся. Это же хорошо, молодой человек. Присаживайтесь и начинайте работу. Витя от радости подбежал к партии и, чуть не снеся её, сел. Он принялся быстро строчить на листке бумаги ответы на все вопросы. Эй, Витюша! Витя обернулся и увидел Омича. О, Омич, а ты чё тут делаешь? Сижу, а ты? Экзамен пишу. Омич встал и на всю аудиторию прокричал. Нихуя себе! А я нет. Он подошёл к Вите и обнял его. Ты чё творишь? Я же пишу зачёт тут. Омич не отпускал его. Тебе и изи билет выпал. Поздравляю. С чего ты взял, что изи? Потому что ты настрачивал почти шесть листов. Да это вдохновение, типа. Омич отпустил Витю. Ладно, дописывай и пойдём, а то мне скучно очень. Так иди, я ещё долго буду. И вообще, почему ты тут сидел? Вроде как один человек может тут находиться во время зачёта. Я на платке забыл. Омич подбегнул и сел на своё место. Пидор! Витя, стоя у стола преподавателя, положил ему толстую стопку листов А4, списанных с двух сторон. Я закончил. Мужчина, сидя за столом и занимаясь своими рукописными делами, даже взглядом не повёл по готовой работе Витя. Хорошо, можете идти. Эээээээ. Ну вы же даже не глянули, а? Итоги я скину на почту. Всего доброго. Витя почесал затылок, пожал плечами и вышел её за аудиторию. Витя начал свой рассказ, как он зашёл, как он вытянул билеты, как всё прекрасно написал без проблем. Вот такие дела. Бля, вот все преподы так проверяют. Блин, и респект, прям как я! В смысле? Ну, я тоже отличник! Ты деп, а не отличник. Ведь я немножко подстебал старосту. Не понял! Извини. Я не беру с тебя пример, Тошик. В смысле, как ты? Как ты? Ну, я такой же молодец. Тошик, я тебе который раз говорю. Понизь планку часова. Часова. Ну, я же отличник! В этот момент между ними протиснулся омич. О, пацаны, я вам не помешал? Витёк, го в кафешку уже, я хавать хочу. Снимите меня отсюда! Та самая жертва висела на люстре. Ну, пошли. Ладно, Тошик, удачно сдать. Спасибо. Ну, такое. Развилки, ну, такие. Хорошо, что я не планировал отдавать сотку и куплю себе покушать. Сосичку! Сосичку! Ну, ладно. Так. Ладно. Ладно, пошли. Шурик важнее. Так. Ладно, пошли. Шурик важнее. Блин, не могу. Шурик дома сидит. Наверняка меня уже ждёт. Да подождёт. Да подождёт же, ну. Не маленький, сам сходит в туалет, сам пожрёт. Чё там ещё надо? Не такой он взрослый, чтобы оставаться одному надолго. И да, он мой брат. Мало ли чё случится. Омич схватил за руку Витька и со смехом закричал. Вперёд, в пиворонпу! Отпусти я! Но Омич его не слышал. Не выпуская руки Витька, он выбежал из кафе, таща друга за собой. Я тебя ненавижу! Такое. так перьему же перед переходит очень быстро проходим да чё за нахуй блять пиворон по ты чё зависла не все окей промолчать охуел да ты дебил анимешный понимаешь если бы ты не сказал про шаурмашку мы бы сейчас не ругались не ругайся нагин споник ты чего такой грубый я теща лиша или чем мажут тян не нужны бич рок ббп не лезь в мужские разборки не понял на эго встал перед киригири хинато ты мой кент но понимаешь это моя женщина не обижая ее ты дебил вспомнить что-то орал послепила в компе правильно жопа я шел спать с ней я поспал и чего теперь она моя женщина охуел нога подошел к хинате но из-за разницы в росте на эго дошел тому в грудь лох мясной из планеты жопа почему вы ругаетесь дом это неважно материальность это не самое нужное ага да ты сама говорила что на это кошелек не понял лох ты понял хинато в натуре чего ты такой злой да ты очень злой и вообще ты ответишь за этот базар потому что я проект на эго против да мне похуй и нато тыкнул пальцем в лобки на ги тот отлетел на пару метров а бля на эго кинул в парня мобильник и попал ему в голову ай бля пиздай тебя они начали бороться в грязи и говне звуки ударов и криков от боли затуманивали разум хинатэ пацаны хватит хината я не знал что ты умеешь пиздиться и вообще остановись он твой кент тоже и ты же сыч сыч мотаем дальше или у меня опять запустилась 2 это самое 2 бесконечное лето чё за хуйня мягко говоря я надеюсь я сейчас вырублю ту которую надо да я угадал секунду все нормально мотаемся джинь джинь сука ну кстати классно на перемотке проходить хината лежал на спине и чувствовал как ему тяжело дышать на эго бля дышать не могу отпусти на эго сидел на нем и душил ого на эго не делай как пидор на да я не пидор хината из последних сил дотянулся до лба на эге и вписал ему щелбан на эго снова отлетел ай хината откашлялся поднялся и подошел к парню тебе пизда слышишь на ген скажи что я прав хината ты долбоёб успокойся не его отпиздяку и он не будет больше лезть хината начал пинать на эго и тот вскрикивал от боли ай больно в ноге блять хината не мог успокоиться об его ушах звенело ноги буквально сами продолжали месить на эго кинату кто-то ударил по голове ты вообще долбоёб или как бессмысленное насилие не приводит ни к чему хорошему дебила ты кусок тем более бить лежачего на эго и нато подруга потрогал свою голову и заметил кровь челка у меня кровь ты охуела киригири подала руку на эго и тот поднялся киригири чан ты спасла меня любимая сам ты джеки чан я не джеки чан я на эго и драться не могу лох то не на эго даже пиздануть хинату не смог пацаны а мою кровь остановить не хотите давай помогу ну давай на 1 подошел к хинате и хината почувствовал как его головы коснулись коснулась что-то очень мокрое парень отпрыгнул и прокричал ты чего чё это такое извини я подумал так можно так можно как подорожник ты лизнул голову да да долбоёбля о зырте хуля убербак блэк подъехал идем в машину поедем в клуб и поедем в машину едем в клуб поедем в клуб ребята подошли к машине и быстро сели внутрь и на то устроился впереди и посмотрел на водителя чё зырешь да ничего чё ничего думаешь пасюки не могут водить уберблэк да как тот дотягиваешься до педалей тебе ебёт какие грубые клиенты таксист повернулся назад О, мистер Найга против Наш постоянный клиент Рад вас видеть, чего желаете? Привет, мистер Пасюк, нам бы до клуба доехать, смекаешь? Да, до клуба нашего пивного клуба И побыстрее, а то что-то у меня живот прихватило У меня тоже А тебя никто не спрашивает Да чё я почему-чего? Ха-ха-ха, хина-то лох Замолчи! Таксист начал принюхиваться Пахнет грязью Сука Вы чё, бля, в говне каком-то? Найга виновата посмотрел на водилу Ну, я подскользнулся немного случайно А, ну ладно, Найга против вам всё можно Мышь повернулся в сторону хината и спросил А ты чё объяснись? Давай Я упал Ну и пошёл нахуй воняешь, я тебя не повезу Видишь, у меня тут белый слой, новенький Из шкуры мышей белых Эээээ Аксист нажал на кнопку, дверь рядом с хинатой открылась И вот чёт выкинуло из салона Нормоз Не понял До свидания Подождите, я хочу выйти Хинато поднялся и в диком шоке посмотрел на уж уезжающую тачку Ебать, начало дня, просто заебись Хинато огляделся в поисках Недая Савара Но заметил только улетающую в небо шаху Пиздец! Даже не подождали, бля! Парень отряхнулся и последовал в клуб пешком Нормоз Хинато открыл дверь и зашел внутрь Все пиворонповские были в сборе, кроме Недая и Авара Ну, наконец-то я пришел Вы меня киданули и мне пришлось пешком идти Охуели! Хинато, друг! Чё? Ничего Бля, пошли пиво ебанем Это, конечно, хорошо Но мне надо голову заратать, а то кровь течет Хинато поплелся к столику и сел за него напротив Наггинса Нагга и Киригири сели рядом с Наггинсом Ох, пидор пришел Я тебе еще раз ебочку сломаю, слышишь? Нагга резко встал и чуть не уронил в стол Слышь, ты охуел Киригирю, уеби его Не по делу? Ой, извини, я забыл, кто тут главный И сядь, пожалуйста Нагга сел и принялся пить свое молоко в стакане Нагга против Да-да, сейси жопу Наггинс засмеялся Ха-ха, затроллили Во-первых, давайте разберемся с обстановкой У нас полная жопа и у нас нет хаты Дома нет, денег нет Только клуб Но в клубе мы не можем жить, потому что очень мало места, вот чё И с такими делами мы долго не протянем, потому что вы Она указала на Кенату с Наггой Пидоры, бля, посрались, геи Давайте миритесь с мизинчиками Не хочу Кенату снова распирала злоба Нагга вечно заступается за... За... Заступается за тёлок В то время как ТННщика Это всё время раздражало Я ТНН Значит, тян не нужны, бич, тян не нужны Ты мой кент, давай мириться Лох Ты лох, я тебя впустил к себе домой посрать после шаурмашки, а ты обижаешь нас Нагга, предл... Предложи ему мириться первее Да Нагга встал и протянул мизинец Давай мириться Он немного наклонился ближе к Хинати и прошептал Я тебя потом прокачу в Uber Black Кената мол... молчал и раздумывал Нахуй ты мизинец протянул, дебил Так мирятся Ты берёшь меня за палецом атаки Мирись, мирись, мирись Больше не пиздись Кената, помирись уже с ним, пожалуйста Я хочу начать пить пиво И тебя надо перемотать Это голова в крови Ты, сука, скоро умрёшь от недостатка крови в организме Кената потрогал свой затылок Пальцы измазались в крови Он и позабыл, что его ударила Киригиря Киригиря, слышь, а не хочешь сама извиниться передо мной? У меня голова болит как бы А со мной? Да с тобой помирился уже С Киригирей нет, она должна извиниться Нет, я тёлка, ты первый Кената протянул мизинец Наггет, они провели ритуал восстановления дружбы Ладно, мне надо отойти и перевязаться А то мне чё-то кажется, что пора Двери клуба разлетелись И в помещение въехала Шаха Здорово, бандиты Бля, ну ёбану, не научился на ней летать Долбоёб, бля Вы чё, разнесли клуб, долбоёбы, бля? Ну всё, пиздец, нам теперь точно негде жить Не дай, с Киригири начали ругаться А на эго шепнул Кенате Прости, друг, я просто заподозрил тебя в пидорстве На самом деле Да не пидор я! Кената обиделся и ушёл в туалет А чё он там будет делать, мы узнаем уже в следующий раз А сегодня на этом всё Всем спасибо за просмотр И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!